Всем привет! В эфире снова канал Невроза Мегаполиса. Меня по-прежнему зовут Алексей Красиков. Здравствуйте! Достаточно долго не снимал для вас никакого видеоконтента, проводил вебинары и очень много работал. Я бы сказал, что я даже немного отвык от видеороликов, потому что раньше они у меня выходили достаточно часто. Прежде всего, сегодня буду рассказывать о очень важном тактическом моменте при работе с неврозом и с вегетососудистой дистонии. Это очень важно. Честно сказать, у меня нет возможности снимать много роликов подряд, поэтому я сниму сегодня один большой, где будут и анонсы вебинаров 21, 28, 7 марта и, соответственно, февраля сначала. Расскажу поподробнее о том, что вы увидите в этих вебинарах и как на них попасть. Затем я расскажу о группах, о том, что такое мои групповые занятия, кого я приглашаю, кого я не приглашаю в группы. И как на них попасть тоже. И самое главное, вы получите очень важную практическую информацию, которую раньше нигде в интернете вы не видели. Она была всегда доступна только для моих клиентов, которые работают со мной лично или в группах. У меня в рабочем блокноте это называется техника телевизор. Это такое в кавычках понятно, что-то я для себя просто называю ряд тезисов, чтобы мне их проще было запоминать так. Это техника или это даже не техника, это философское понимание сути ВСД и основное философское понимание сути вопроса вообще психосоматических проблем в медицине в целом. Поэтому я бы хотел, чтобы вы сегодня очень внимательно подошли к этому видео, если оно придет вам в рассылку, чтобы вы его досмотрели. Потому что это не реклама. Да, это реклама вебинаров, вы увидите об этом, да. Приходите на вебинары 21-го, поговорим об этом, об этом, об этом. Это правда. Я буду сейчас рекламировать вебинары и буду рекламировать группы. Это так. Но помимо этого, вы увидите в этом ролике очень важную информацию, поэтому она называется «Как бороться с ВСД», что делать там и так далее. Меня накрыло там, бла-бла-бла. Потому что люди, которые увидят этот ролик, они чаще всего вообще не понимают суть вопроса. Они тусуются в интернете, им плохо, они ищут ответов о том, что такое ВСД, остеохондроза ВСД, как с этим бороться, погода. Я вот сердце, у меня давление подпрыгивает 130-140, значит, у меня штормит и так далее. Они уперлись в свою телесную проблему и они не видят ответов или не видят решений этой телесной проблемы. Они пугаются от этой телесной проблемы и пугаются от того, что они не видят решения. Они идут в интернет, там еще тысячи таких же испуганных с нерешенной проблемой. И они понимают, что это какой-то тупик, в который они попали, из которого нет выхода, но он есть у многих в интернет-пространстве. Это не тупик, и я вам расскажу сегодня все, что вам надо об этом знать бесплатно. Как вы к этому отнесетесь, я не знаю. Скорее всего, будет 50 на 50. 50% к этому отнесутся со словами, ну, наконец-то я понял, ура, или да, я это знал, или вообще никак не отнесутся и продолжат идти тусоваться в интернете. Но я считаю, что какой-то процент людей, которые сегодня это услышат, они наконец-то включат в голову и поймут, что такое вегетососудистая дистония, а именно симптомы вегетативного характера. И в чем их главная ошибка, которая была им совершена на протяжении годов их болезни. Хотя, как мы знаем, с точки зрения медицины, да и правда, болезни никакой нет. Вегетососудистая дисфункция или соматоформная вегетативная дисфункция – это расстройство, обратимое, относящееся к классу неврозы, относящееся к классу обратимые нервно-психические расстройства или психосомоторные вегетативные расстройства. Они являются временными на тот период, пока кое-что действует. Вот это кое-что вы сегодня и узнаете от меня абсолютно бесплатно, хотя раньше эта информация была доступна только в кабинетах психотерапевта. Окей, давайте начнем тогда, наверное, с вебинаров, потому что многие мои клиенты, которые получат это видео, они эту информацию знают, и они хотят прийти на вебинар, которые будут посвящены мужчинам и женщинам, и я вам об этом сейчас тогда расскажу вначале, чтобы они там, может быть, дальше смотреть не будут, не знаю. Значит, ребят, 21 февраля в субботу в 14.30, 28 февраля в 14.30 и 7 марта в 14.30 по Москве. Онлайн, из любой точки мира. Я буду вести онлайн-лекции. То есть для этого вам, для того, чтобы присоединиться, вам нужен только интернет и ссылка, которую вы получите при покупке билета. Темы. Каждый вебинар будет идти по 3 часа, как обычно у меня. Но те, кто знает мои вебинары, те сейчас меня прекрасно поймут. Я сейчас так вот говорю для тех, кто не знает, окей? Первая тема, 21 февраля, очень важная для всех, кто страдает ВСД паническими атаками, ищет связь у ВСД и остеохондроза, ВСД и гормонов, ВСД и этой погоды, ВСД и левой пятки, ВСД и месячных, ВСД и потенции, ВСД и левое яичко и так далее. Значит, вот для всех, для этих людей, кто запутался или кто понял, что такое ВСД, но у него есть много вопросов по работе с панической атакой. Меня кроет, накрывает, ничего не помогает. Я не могу выйти на улице, я умираю. Дома вот я не умираю, или иногда дома умираю, по вечерам умираю, днём не умираю. На улице вот умираю как-то дальше от подъезда, у подъезда не умираю. Или умираю, но редко. Вот для всех людей, кто страдает агорофобией, панической атакой, для тех, кто не понимает какие-то упражнения, не я, я 21 февраля проведу трёхчасовой большой вебинар, посвящённый ответам на вопросы и практические упражнения. Значит, помимо новичков, то, что я сейчас перечислил, там же будут ответы на вопросы по самой терапии, то есть для тех людей, кто уже достаточно глубинно занимается этим вопросом. Там будут вопросы и по когнитивной терапии, там будут вопросы по работе с мышлением, по работе с эмоциями, по работе с... О тезисах с внутренним конфликтом связаны, потому что это очень важно понять и не путать, что такое внутренний конфликт, что такое симптомы, как это бывает. Я об этом буду рассказывать 21 декабря, потому что... Ой, простите, февраля. Потому что на сегодняшний день, как я понял, из писем моих клиентов есть, условно говоря, люди, разделившиеся на две категории. Те, кто думают, что внутренний конфликт вообще ни при чём, и его нету, и те, кто понимают суть вопроса немножко по-другому. Я вам так, давайте скажу честно. Внутренний конфликт, как борьба против речивых тенденций, есть в каждом человеке из нас. Всегда. Не отрицать его глупо. Это факт. А причина неврозов, как внутренний конфликт, тоже факт. И проблема не во внутренних конфликтах. Ну, например, девочка Маша не может расстаться с девочкой... С мальчиком Сашей, потому что она боится остаться одна, но потому что он ей не нравится. И вот она не может принять решение. Вот именно невозможность разрешать противоречивые ситуации, я хочу расстаться, не хочу, я хочу уволиться, и я не могу, я хотел бы, и я бы не, и я бы боялся, это сплошь и рядом у нас в жизни. Но мы это решаем. Потому что мы имеем инструменты в психике, которые позволяют нам решать эти внутренние конфликты. А есть люди и особенность их воспитания, где ситуация попадает в ту сферу, где она не может решать. Ну, например, она боится остаться одна, потому что у неё было определённое детство, определённое воспитание, для неё отсутствие семьи – это катастрофа, и одиночество – это убийство. Но в то же время с этим человеком она быть не может, потому что там тоже жесть. Вот тогда эта ситуация начинает затягиваться в решении. И вот это и есть тот самый внутренний конфликт с последующей соматизацией психовегитативного состояния. Соответственно, мы должны понимать, что внутренний конфликт является основной структурой истории. Но решать внутренний конфликт или помогать, научать клиента не попадать в это, или разрешать внутренний конфликт, помогает когнитивно-поведенческая терапия. Тут надо действовать очень грамотно, очень тактически, правильно и сочетанно. А классический фрейдизм не пройдёт. И классическая когнитивка тоже порой может не пройти. Нужно подстраиваться под каждого человека в отдельности. Поэтому тезис о внутренних конфликтах следующий. Да, действительно, они есть у всех, но не всех способны разрешать, и вам надо учиться не попадать во внутренние противоречия, а если вы попали, то уметь их решать, а не сидеть со словами «но, оно какое-то рассосёт, когда-нибудь я приму решение. Вот мне, правда, плохо на работе, и дома уже как-то плохо, и на улице уже шатает, но я когда-нибудь это решение приму». Вот чтобы такого не было, для этого ваш покорный слуга и работает. Окей. Вот об этом во всём 21 февраля, три часа очень подробно. Понятно? О панических атаках, о упражнениях, о внутренних конфликтах, о самой терапии. Приходите 21 февраля. Милости прошу. Три часа буду об этом рассказывать очень детально, очень подробно. И я надеюсь, что вы ответите себе на все вопросы. Плюс там будет чат, вы сможете задавать дополнительные вопросы. Как попасть? Значит, оплачивается это всё на сайте, в разделе «Покупка одного вебинара». Стоит он 850 рублей. Рекомендую вам купить сразу два, потому что после 21 будет 28 и 27. Сразу расскажу, что. Значит, покупка на сайте, либо через ссылки ВКонтакте, либо через ссылки в рассылках. Зайдите на сайте, там на главной стене будет, на центральной этой самой, как её, на главной стене будут ссылки. Чтобы оплатить, нужно зарегистрироваться на сайте, использовать карты Visa MasterCard. Я думаю, что это сейчас очень просто. Если у вас есть карты Visa MasterCard, это делается очень несложно. Там же есть инструкция по оплате, которая тоже будет прикреплена. Ссылка сможете прочитать. В общем, в принципе, несложно. Если вы не знаете, привлеките кого-то. Но по большому счёту, это несложно в 15 году, на самом деле. Рекомендую вам приобрести два вебинара, потому что следующие, 28 и 7, будут тематические для мужчин и женщин. Объясняю. Почему? Потому что есть... Во-первых, так скажу. Эти вебинары уже для людей, которые работают со своим психотерапевтом или со мной, или читают книги, неважно. Они поняли суть вопроса. Они поняли работу с симптомом. Как правило, симптомы могут у них какие-то там вегетативного напряжения быть, но они не так их уже беспокоят, они не так уже их парят. Они работают над сути проблемы. Допустим, когнитивно-поведенческой терапии. Или, допустим, в каком-то другом направлении, не столь важно. Кстати... Ну ладно, об этом попозже. Вот. Вебинар для мужчин, который будет 28 февраля, мы будем говорить о той практической части, которую я постоянно вижу в своем кабинете, рабочем, работая с неврозами мужского пола. Я буду рассказывать с примерами о том, как формируются мужские неврозы по области успеха, карьеры. Я должен успеть достичь этого и этого, иначе я лошара. Я должен быть таким, я должен быть сяким, пятым, десятым. То есть, все внутренние требования, касаемые именно мужской специфики. Каким я должен быть мужиком, в кавычках, иначе я. Вот здесь очень много невротической истории, которая приводит нас и к паническим атакам, и к вегетососудистой дисфункции. Поэтому мы должны понимать, что очень много тем, которые я буду рассказывать, именно мужского характера. Здесь же будет история отношения с девушками, отношения в сексуальном аспекте. Я подниму тему импотенции, нарушения, пускай хорошо, потенции, преждевременной экуляции, и о том, как иногда формируется невротический страх сексуального контакта, а вдруг я оплошаю, а вдруг ей не понравится, и так далее. То есть, это сугубо мужской вебинар, на который приглашают только мужчин. Он тоже оплачивается, также отдельно, можно первый, 21-го, и второй сразу со скидкой получится, рекомендую сразу покупать два, вот честно, потому что по-другому как-то, ну, смысла, наверное, нет, хотя это ваш выбор. Вот. Вы можете хотя прийти на 21-е, а потом услышать подробно о том, что там будет еще подробнее, прикупить вебинар 28-го, а если вы девочка, то купить вебинар 7-го. Поэтому мужской вебинар 28-го будет посвящен именно мужским аспектам, успех, деньги, карьера, панические атаки на работе, или связанные с работой, или связанные с расставанием с женой. Очень много буду приводить примеров, именно когда я с женой, проблемы, да, у людей. И сексуальная тема – это знакомство, это как вести себя на встрече с девушкой, как, в общем, это пипец будет просто для парней, поэтому поделюсь важными психологическими аспектами. Приходите, это не пикап, это обычное психологическое консультирование, связанное именно с устранением страха, тревоги и, так скажем, развитием социальных навыков в отношении с людьми. Это вторая часть. И первая, главное – это работа, карьера, успех. То есть, это неврастейники, как правило, которые боятся не успеть, у которых целый план. Я должен купить Мазерати квартиру, иначе я лошара. И это их имеет очень сильно, и потом у них очень большие психосоматические проблемы. Понятно, парни? Приглашаю вас 28-го, будет очень интересно. Очень. И, девочки, да, 7-го марта та же самая история. Тоже вебинар третий в блоке, а 7-го марта, накануне 8-го, так уж получилось. Вся та же самая история, только для женщин. Там я буду рассказывать 3 часа о классических женских неврозах, и эта история, а вдруг я останусь одна, как принять решение, кого же выбрать, или почему я такая несчастная, или о том, почему для меня карьера так важна. В общем, будем говорить прежде всего об отношениях с мужчинами, о карьере, о том, какой я должна быть правильной девочкой, а я, наверное, неправильной или боюсь быть неправильной девочкой, о том, как принимать решения с мужем, тоже внутренние конфликты, да, у нас часто присутствуют, о том, как мы, где женские убеждения правильности, нравственности, нормативности создают УКР, о том, и о сексуальном аспекте, тоже прежде всего, это на оргазмии, да, это отсутствие вагинального, как правило, оргазма, реже всех видов оргазма, у нас их 4, да, соответственно, мы должны понимать, что мы должны понимать, что это будет очень тоже большая тема, тоже достаточно интимная, поэтому 18+, как мужчины, так и женщины, и только мужчины, и только женщины, понятно, да, то есть я бы не хотел, чтобы на женском обонаре были мужчины, которые будут слушать истории про клитор, про прочие вещи, и то есть самое, и про девочек, которые мне бы не хотел, чтобы они слышали истории про мужскую потенцию, и так далее, поэтому будьте здесь, пожалуйста, ответственны, да, и хочется, чтобы вы подошли к этому серьезно, понятно, темы будут важны, как в социальном коммуникации, так и в половых отношениях, так и во внутренних конфликтах, поэтому я вам рекомендую приобрести 2 вебинара сразу, и прийти 21, и если вы мальчик 28, либо если вы девочка 7 марта, понятно, все очень несложно, 1250 рублей за 6 часов, ну, разделите 1250 на 6, вы увидите, сколько вы потратите денег в час, ну, соответственно, ту информацию, которую вы получите, я думаю, что вы даже книжку такую не купите, такое количество книг не купите за 1250 рублей, даже если вы типа это можете где-то прочитать, хотя я не очень в это верю, так, по группам тогда в конце, окей, лекция, потому что лекция сейчас будет большая, очень важная, собрались, настроились, все понятно по вебинару, 21, 28, 7, 21, общие вопросы и ошибки, важно, приходите, 21 мальчики, 7 девочки, понятно, ссылки на стене ВКонтакте, ссылки на главной странице сайта Безневроза ТВ, ссылки в рассылке для тех, кто подписан на новости сайта Безневроза ТВ, оплачиваем карты виза Мастеркард, желательно, чтобы не было проблем, сразу кликаем оплатить два вебинара, единственное, что можете оплачивать по одному, но там будет дешевле, то есть, можете оплатить первого, сначала 21, потом там 28 или 27, но будет чуть дороже, поэтому лучше покупайте сразу оба, так проще, а как вы пойдете на вебинар, те, кто ходили, те знают, что им придет письмо, вам придет письмо накануне, в пятницу вечером, или в субботу рано утром, о том, что вот ссылка, вот пароль, или такой-то доступ, вы просто кликните ссылку, наберете свое имя, допустим, там, Мария, или там, Даниил, да, и просто зайдете, и будете слушать 3 часа онлайн лекцию, вас видно не будет, вы сможете задавать вопросы только в чате, окей? Ну, будут вопросы, задавайте их, пожалуйста, на стене контакта, в комментариях. Ну что, значит, поехали. Техника телевизор, парагруппа в конце. Техника телевизор является фундаментальным пониманием философии вегетососудистой дистонии, и философии понимания панических атак, и вообще прочего, компьютер погас, простите. Значит, я сейчас буду рисовать, как это у нас происходит. Во-первых, я хочу, чтобы вы поняли очень важный психоневрологический момент. Закройте все, пожалуйста, глаза. Я уже этот эксперимент проводил, но я вам хочу просто показать, как это работает для тех, кто не знает. Закройте, пожалуйста, сейчас глаза, те, кто смотрит этот видеоролик. Не бойтесь, я не чумак, я не колдун, мочу не заряжаю, и не целитель. Поэтому те, кто мне пишут, скажите, почему у меня так ВКонтакте? Я говорю, конечно, сейчас я соском приложу к монитору, почувствую твою энергию, скажу, от чего у тебя штормит. Ну, ребят, я не целитель, я не экстрасенс, я занимаюсь своей профессиональной работой. Пока я с вами не познакомлюсь, не задам много вопросов, и не смогу с вами взаимодействовать, я не знаю, почему у тебя это. Хватит мне задавать вопрос, от чего у меня так, избавьте меня от этого. Как будто я сейчас должен поссать на мониторе, ты избавишься. Итак, закрываем глаза, не боимся, не боимся. Представляем себе желтый лимон, или лайм, как хотите. Разрезаем его мыслительно пополам, на две части. Представили. И начинаем капать себе лимонным соком на кончик языка. Капаем лимонным соком себе на язык. Вот если вы почувствуете, у вас выделилась слюна, у меня вот выделилась, или если вам вставить фистулы слюны и железы, у вас будет слюна. Открываем глаза. Слюна есть, и даже желудочный сок будет, если вы так сосредоточитесь неплохо. То есть, если вы будете очень сильно сосредотачиваться и вспоминать ощущения, их присоединения, у вас будет очень много слюны и желудочного сока. Прикол в том, что лимона нету. А теперь смотрим основное правило концепции нейрофизиологии. Это научная концепция, между прочим, это Некрасиков придумал. Сейчас кто-то скажет, Некрасиков, сука, начитался книг и продаёт информацию. Ребят, давайте так, медики учатся в институте, они тоже читали книги, они получают деньги за операцию. Ну, мы же не говорим, что вот он начитался книг и оперирует. Психотерапевт, такой как я, я учился в институте, я читал, я летал, я оплачивал много семинаров, я стажируюсь в международном институте, и что? И что дальше? Ну, да, я читаю книги, я пишу работы, я, и да, и это моя работа. Ну, в чём проблема? Книг начитался. Проблема не в книгах, а проблема в том, что книги являются каким-то, во-первых, я не читаю книги по психотерапии, я читаю книги по философии. Есть люди, которые любят какую-нибудь одну книгу прочитать, о, всё, это вот это, вот есть один мальчик в интернете, вот он безумно эту тему любит, вот у него, знаете, он одну книгу прочитает, у него одна идея, потом он познакомится с кем-то другим, у него третья идея, потом он познакомится ещё с четвёртым человеком, у него четвёртая идея, и вот у него каждые полгода новая, новая идея, и новая концепция. Но это говорит о том, что человек когда-то профессионально вырастет, через 10 лет оно как-то устаканится. Ну, я думаю, всё будет в порядке. Итак, смотрим технику телевизора. Представляем, вспомнили историю с лимоном, вспомнили историю со слюной. Помним, да? Лимона нет, а слюна есть. Вот что такое слюна? Это факт? Факт. Слюны полный рот был. А лимон это что было? Это была мыслеформа. Это была мыслеформа. Смотрите внимательно. Это есть ваш телевизор, условно говоря. Это голова или психика, которая создаёт мыслеформу. И вот мы создали мыслеформу под названием лимон. Или мы создали мыслеформу под названием смерть. Допустим, вот у душа. Или мы создали мыслеформу под названием инфаркт. Или мы создали мыслеформу под названием катастрофа, авиа. Либо мы создали мыслеформу под названием он меня бросит, я осталась одна. И как я одна? Или мы создали мыслеформу о том, как я сейчас обоссусь в этом самом вагоне поезда. И как у меня потечёт, там всё, люди посмотрят. Или мы создали мыслеформу о том, как меня стошнит в вагоне метро, и как люди это посмотрят. Вот мы создали эти мыслеобразы в голове. Правило физиологии гласит следующее. Вы только что увидели его эмпирическое подтверждение с лимоном. Психика реагирует на мыслеформы и мыслеобразы вегетативно. Точно так же, как будто это в реальности. Соответственно, ваша слюна от мыслеформы лимон – это вегетативная реакция. А теперь вспомните всё, что я вам говорил. Если вы едете в метро, или летите в самолёте, или ещё что-либо делаете, и у вас приходит в голову мыслеформа. Давайте три классических примера невротиков. Окей, смотрите. Вы стоите в коридоре и говорите, ой, если сейчас выйду на улицу, у меня будет это, это, это и это. И потом будет так, так и так. Вы создаёте себе мыслеформу, вы создаёте себе некий образ, вы создаёте себе лимон внутри головы. Сейчас многие задают вопрос, ну как же, у меня же действительно на улице случаются симптомы. Вы сейчас увидите. Или вы, допустим, летите в самолёте. Разве самолёт падает? Но вы боитесь. Потому что вы создаёте мыслеформу. Авиакатастрофы, смерти, как ваша голова размозжится об асфальт, там это, да? Вы создаёте себе мыслеформу. Развод. Я останусь одна, я никому не буду нужна, я буду одинока, это ужасно. Вы создаёте себе мыслеобраз, мыслеформу. Едете в метро, и вам, у вас в голове рисуется. А как вы сейчас умрёте, вас похоронят, ваше тело будут вносить или волочить, или обходить, или переступать. А если вы сейчас здесь, вас тошнит, как это будет, значит, выглядеть? Как это, куда я блевану, вот сюда или сюда? А как это, вот я буду убирать, или дальше пойду, а что скажет вот эта женщина? А как я буду выглядеть, если здесь пачкаюсь, о боже, а если я какаюсь? Вы создаёте мыслеформу. Поняли? А теперь следующее. Все эти мыслеформы, которые я так разукрасочно перечислил, следующее создают. Любая мыслеформа создаёт, прежде всего, эмоцию. Проще говоря, дальше мыслеформа проходит оценку. Вот это очень важно. Оценка и эмоция. Вы оцениваете эту мыслеформу. Вот вашу мыслеформу лимон оценили ваши сложные рефлексы и сложные нейросвязи. Это всё-таки съедобный объект. И оценку дали рефлексы в слюных железах и рецепторы. И всё равно была вегетативная реакция. А вот такие мыслеформы, которые приходят о смерти, о позоре, о удушье, о катастрофах, там другие работают в голове рецепторы и в вегетативной нервной системе, и в голове другие зоны. И вы в итоге испытываете всё равно эмоцию. Вы оцениваете смерть, вы оцениваете катастрофу, вы это оцениваете. И у вас происходит эмоция. Например, страх. Вам страшно от того, что вы себе подумали. Вот если совсем просто. Вы подумали о том, что вас тошнит в метро и как оно, эта мыслеформа, и в результате оценили мыслеформу. В результате этой оценки создаётся эмоция страха, а любая эмоция следом создаёт что? Вегетативную реакцию. Например, вы лежите в кровати, темно, и вы представили себе очень красивую брюнетку, которая что-нибудь делает. Это что? Это мыслеформа? Да. Эмоция какая? Возбуждение, ТРТТ, вегетативная реакция, у мальчика происходит эрекция. Или у девочки там другие процессы происходят. Не будем сейчас говорить не об этом, хотя можно, но в 7 или 28, окей? Поняли? То есть, мыслеформа могут быть не обязательно негативные, они могут быть позитивные, у вас будет эрекция или у вас будет возбуждение. Вы смотрите кино, и у вас в голове идут мыслеформа и образы, вы фантазируете, мастурбация работает по этому самому вопросу. И так далее. Сны. Мыслеформа создаёт образы, вы проснулись и плачете. Или вам что-то приснилось приятное, вы создаёте форму, вы проснулись в возбуждении. Понятно? Итак, эта история приводит нас к вегетативной реакции, как позитивной, так и к негативной. Но мы сейчас всё-таки невротики, и у нас паника, у нас ВСД. Что же такое вегетососудистая дистония? Объясняю. Бесплатно. Перешлите этот ролик к кому-нибудь побольше, я вас очень прошу, в интернете особенно. Разникает мыслеформа. Как она возникает? Сейчас об этом поподробнее, подождите. Смотрим. Только вы сейчас не знаете, какая мыслеформа у вас изначально, то есть вы сейчас пока здесь в неведении. После того, как у вас возникла вегетативная реакция на некие мыслеформы, вот эта вегетативная реакция вызывает следующее. Помните, когда у вас всё началось? Вы шли по улице, и у вас вдруг возникла вегетативная реакция, или вы работали. Это к вопросу, когда вас накрыло. Помните? Вот первые самые часы или дни. Смотрите внимательно. Вот когда вас накрыла первый раз паническая атака или ещё что-то, это было вот это. Итак, мыслеформа, эмоция, оценка, вегетативная реакция. А теперь следующее, вот этот самый главный момент. Оценка вегетативной реакции. Затем вы начинаете оценивать вегетативную реакцию. Оценка от вегетативной реакции является паника. И вот вам паническая атака. Это оценка вегетативной реакции. А затем паника вызывает... Вы оцениваете панику, то есть опять оценка. И вывод. Вот и всё. Вот вы и попали. Итак, показываю. Есть мыслеформы. Об этом сейчас буду говорить подробно, чтобы вы тут не путались. Они создают оценку этих мыслеформ. Допустим... Вы сейчас не поймёте, сейчас попозже, подождите. Итак, оценку. Оценка вегетативной реакции. Например, тахикардия, подъём артериального давления, нехватка воздуха и ещё чего-либо. Дальше вы оцениваете это состояние. И примерно в жизни это выглядит так. Вы едете в метро или едете на работу, и у вас происходит примерно так. Ой, что такое? Или на улице, да? Ой, что-то... Ой, вот эта оценка. У вас случилась вегетативная реакция. Вы её оценили как смерть или как какой-то кошмар. И вы запаниковали. Или около паники были. И затем вы оцениваете это состояние как доказательство, что это какой-то приступ, что это какая-то проблема телесного характера. И делаете вывод. Я больна, у меня это, потому что потом вы идёте в интернет и так далее. Теперь смотрим, как это выглядит. Проблема в том, что наши клиенты очень классно научаются видеть вот этот блок. Наши клиенты видят только вот это. Они вот этого не видят вообще в принципе. И это нормально. Сейчас я объясню почему. Итак, для тех, кто мучается от ВСД, у вас это выглядит вот так. Есть вегетативная реакция, которую вы оцениваете, паникуете, оцениваете, делаете вывод. И вот так вы живёте годами. У вас вечная вегетативная реакция, вечная оценка этой вегетативной реакции, ожидания, вечная паника, вывод и опять. И вот так вы крутитесь всю жизнь. Проблема в том, что вот если вы будете пытаться найти терапию в интернете, мочой или ещё где-то вот этого вот, вы с этим никогда не закончите. На первых этапах, которые вы можете найти в моих видеороликах или ещё где-либо, мы говорим всегда о том, что мы работаем с тем, что вегетативная реакция безопасна. Помните? Это и есть первый шаг. Потому что вот этот алгоритм у вас в голове должен быть разорван на первом этапе. Вы должны научиться вегетативную реакцию не оценивать катастрофично. Понятно, да? Соответственно, это первый этап работы. Но никто не задумывался, откуда вообще вот эта ваша вегетативная реакция взялась. А взялась она от эмоций и от оценки кое-чего. Помните лимон? То есть, если сейчас я вам разложу эту ситуацию, вы невротик на форуме сидите, и это на самом деле выглядит так. У меня слюна. Это ужасно. Кошмар, я сейчас от этого умру. Вывод и так далее. Это слюна. Это ужасно. Кошмар. Вывод. Это слюна. И вот так вы будете крутиться. А у вас слюна почему? У вас слюна, потому что есть мысли форма лимон, которая оценена рецепторами и выделилась слюна. Понятно? Вот теперь как это в жизни у клиентов происходит. Это происходит следующим образом. У вас есть жизненные ситуации. Работа, отношения на работе с мужем, с женой, с деньгами, отношения с обстоятельствами. Вы этому, как правило, значение не придаёте. Вы говорите, ну да, там какие-то сложности, или вообще как бы ничего нету. Но, ребят, обманывать можем себя, но не психотерапевта. Если есть вот эта проблема, паническая атака, вегетативные реакции, вот ВСД ваши, понятно, да, это вегетативная реакция. Будет всегда какая-то история про то, что какой-то лимон в голове есть, который создаёт. То есть, вывод, ВСД, то бишь ваша вегетативная реакция, это следствие эмоционального оценочного состояния. Услышали меня внимательно сейчас? ВСД – это не болезнь. Это эмоциональное оценочное состояние психики, которое здоровое. То есть, вегетативную реакцию, которую вы испытываете, которую вы назвали ВСД, это здоровая реакция. Проблема нездоровья здесь заключается в том, что это реакция на то, что вы не видите. Потому что ваша вегетативная реакция, например, если вы сидите в гейте самолёта, и вам кажется, что вы сейчас разобьётесь, да, вы думаете, а вдруг я сейчас разобьюсь? Оценка – это ужасно, недопустимо, катастрофа. И у вас вегетативная реакция. Потеют ладошки, тахикардия, диарея, бла-бла-бла. Вот это и есть ваше ВСД. Вы же не говорили, что у меня ВСД. Вы говорите, я боюсь, и у меня хреново. Это и есть ВСД. Просто проблема вегетососудистой дистонии заключается в том, что, в отличие от аэрофобии и от синдрома в гейте, да, проблема в том, что когда вы боитесь лететь, и у вас вегетативной реакции, вы это ВСД не называете. Вы говорите, я боюсь, я нервничаю, у меня вот прорвало клапан, да. А вот когда вы этого не видите, и у вас, простите, прорвало клапан, у вас ВСД вдруг, вы должны понять, что вегетативная реакция или самотоформная реакция, как она ещё правильнее называется, она естественна. Проблема в том, что эта реакция, она на какие-то мысли, образы, оценочные. И задача вашего психотерапевта и вашего покорного услуги в частности, разобрать, какие ситуации в вашей жизни у вас лимоны в голове, которые приводят вас к вегетативной реакции, которую вы вследствие незнания назвали ВСД и зависли вот здесь. У меня реакция, что делать паника. И вот вы тут зависли. Поняли? Итак, подправьте этот тезис или видео, или фрагмент людям на форуме. Я вас очень прошу, потому что это прям беда. Вегетососудистая дистония – это естественная психо-вегетосоматоформная реакция на эмоцию и оценку ситуации, которым вы значение когда-то не придавали. И искать лекарства от вот этого глупо и бесполезно, потому что пока мы не устраним вот этот телевизор, пример, а именно мы не изменим оценочное осуждение тех мыслеформ, которые происходят у вас в голове, не будет ничего меняться у вас вегетативно. Пример. Давайте возьмём меня в пример, потому что, как вы знаете, у меня были и панические атаки, и кардиофобия в 2008 году. Я об этом рассказывал в своих роликах раньше. Повторяться пока не хочу, хотя хотел снять новую исповедь скоро. Итак, примерно было так. Я работал в ресторане, и если говорить по вот этой концепции, у меня, по факту, у меня не получалось управлять рестораном, у меня не слушались и были проблемы. И у меня была в телевизоре мыслеформа примерно такая. как ко мне относятся люди, как я к себе отношусь. И делал вывод из этого всего, и из этих выводов была вегетативная реакция, которой, естественно, я вот этого не видел. И у меня в один прекрасный день в кабинете случилось примерно так. У меня случилась вегетативная реакция, и я подумал, что это инфаркт, и я запаниковал, и вот с этого момента около 7 месяцев меня вот плющило и колбасило. Пока я не понял, что есть ситуация под названием работа, в которой происходят определенные процессы, которые приводят меня к таким вегетативным реакциям, что проблема не с сердцем, а что проблема в тех образах и тех выводах, которые я делаю. И вот научить вас не только справиться с ситуацией, но и быть в жизни потом гораздо более функциональной, есть моя работа. Поэтому, но, ребята, это только первый этап, это только работа с симптомом. Там у нас потом впереди еще целая концепция про то, как менять этот телевизор. Просто научить вас не бояться паники, не создавать страх из-за вегетативной реакции, это один месяц нашей с вами работы в группе. Но этот телевизор-то работает не только по поводу, не только создает панику. Вот, допустим, я вас научил не паниковать, паники у вас нет, можно ее вычеркнуть, да? И у вас нет оценки вегетативной реакции, у вас тоже нет страха. Но проблема в том, что есть общее неуспешное состояние в жизни, потому что этот телевизор дает вам неправильное оценочное осуждение об отношениях с людьми, с миром. И вы в итоге неуспешны. Не финансово, не карьерно, не свободно и так далее. То есть, два варианта невроза, можно здесь предположить. Если у вас, грубо говоря, неправильные мысли формы в голове, которые делают неправильный, выдают неправильные интерпретации, вы либо испытаете вегетативную реакцию, ее испугаетесь, тогда это тревожнофобический невроз, по МКБ-10 с панической атакой или с агорофобическим синдромом. Либо это другие жалобы, например, ритуалы, депрессии, навязчивости. И это тоже сюда. Просто это можно рисовать уже вот туда, туда, туда. У нас на это сейчас времени хватит. Об этом всем я вам рассказываю и научаю вас справляться не только с паникой, с вегетативной проблемой, но и в жизни быть более эффективными на наших групповых занятиях, куда я вас приглашаю. Итак, первая группа, которая будет набрана, эта группа будет заниматься по, минутку, по понедельникам. Эта группа занимается по понедельникам, и я вас приглашаю в 20.00. Значит, стоимость занятий пять тысяч рублей в месяц, четыре занятия в месяц по два часа. В группе строго восемь, девять человек. Это не чат вебинара, это онлайн конференции, где вы видите меня, и я вижу вас всех. И мы два часа общаемся. Пять месяцев идут наши занятия. Пять месяцев. Это минимум для того, чтобы вас научить интерпретировать обстоятельства не самопоражающие. Это обстоятельства, вот здесь обстоятельства, а вот здесь телевизор, а вот здесь реакция. Минимум пять месяцев на то, чтобы я вас научил интерпретировать обстоятельства более эффективно, менее самопоражающие, и чтобы ваша жизнь была более эффективной. На выходе мои клиенты меняют очень много, сейчас расскажу об этом чуть попозже. Итак, первая группа это понедельник 20.00 по Москве. Занимаемся два часа, восемь, девять человек, все друг друга видят. Кто комплексует по поводу видеокамер, могут в группу не приходить и сидеть дальше дома. Значит, у вас должна быть видеокамера и микрофон, у нас программа используется аналог скайпу, она очень просто ставится на любой компьютер, это очень легко. Мы созваниваемся каждый понедельник в 20.00 и онлайн работаем. Там будет часть лекционного формата, часть, где я с каждым разговариваю. Вы задаете вопросы, я отвечаю, я даю вам домашнее задание, то есть, мы вживую фактически, вы видите меня, я вижу вас, общаемся пять месяцев. Пять тысяч рублей стоит месяц, у нас пять месяцев. Соответственно, каждый месяц вы оплачиваете по пять тысяч. Проверьте свой бюджет, если вы можете оплачивать ваше консультирование пять тысяч в месяц, милости прошу вас, группу из любого города, из любой точки мира. Значит, занятия у нас начнутся, сейчас скажу, когда. Занятия группы понедельник начинаются второго марта. Группа понедельник начинается второго марта. Открыто бронирование на группу второе марта 20.00 по понедельникам. Бронирование выглядит следующим образом. Вы оплачиваете на сайте через, опять же, те же самые ссылки, которые вы видите на стене или ВКонтакте. Место бронирования это стоимость тысячи рублей, вы указываете свое имя, e-mail и, бронируя место, вы подтверждаете его занятость. Всего восемь человек, соответственно. Место считается занятым только при оплате брони. Как только места в группу будут все выкуплены, группа с бронированием будет снята. Второго марта, до второго марта вам вышлют в письме все инструкции, которые вам нужно будет знать. Там все очень просто. Мы встречаемся 2 марта в 20.00, проводим первое вводное занятие. Оно не оплачивается, оно вводное, ознакомительное. Если после этого вводного 2 марта ознакомительного занятия вы говорите свое YES, вы оплачиваете оставшиеся 4 тысячи, мы начинаем первый блок работы с симптомом и с основной историей. Понятно? Значит, следующие группы. Следующая группа это группа вторник. Тоже 20.00. Группа вторник начинается у нас минутку, группа вторник начинается у нас 10.00. 10.00. И все то же самое. И вот вам нужно знать, что ближайший набор это понедельник вторник 20.00. Значит, если вы хотите спросить меня, будет ли что-нибудь в выходные, отвечу. Во-первых, выходные группа будет, но позже. поэтому я вам рекомендую. И будет группа позже четверг в 17.00. Тоже будет группа позже, но там еще мы не знаем, когда мы закончим. Я знаю, что мы заканчиваем с ребятами понедельник-вторник, поэтому я бронюжу открыл. С остальными группами мы еще не договорились. Может быть, ребята захотят продолжить, поэтому я не знаю. поэтому оплачиваем сейчас те, кто хотят понедельник-вторник 20.00. Сразу в двух группах быть нельзя. Понятно, да? Окей. Вот, собственно говоря, все. Бронирование открыто. Милости прошу. Welcome. Либо понедельник, либо вторник. Камера видео у вас должна быть обязательно. Настраиваемся на работу 5 месяцев. Каждый блок оплачивается отдельно по 5000 рублей. Первый блок оплачивается 1000 бронирования 4 после первого занятия. оплачивается на сайте Visa MasterCard. Что еще? Все. Вот эта тема понятна. Пожалуйста, донесите этот алгоритм о том, что такое вегетососудистая дистония до всех. Или пересмотрите еще раз этот материал. Я жду вас всех 21-го, 28-го, 7-го. И я жду вас в группах на терапевтические занятия, которые пройдут полгода практически. Я надеюсь, вам понравилась сегодняшняя встреча. Я надеюсь, вы поняли, как выглядит, что такое ВСД в таком общем доступном формате. Если хотите, я вам подробно расскажу об этом 21-го числа еще раз. Я надеюсь, что вы уяснили, что вегетативная реакция это естественная реакция на определенное эмоциональное состояние. Поэтому у вас и не находит никакой болезни. Ее нету. Болезнь в том, что вы себе формируете мысли формы, которые вызывают вегетативную реакцию. Понимаешь, такое ВСД? Что бороться с этим таблетками и припарками невозможно. Это исключительно проблема эмоциональная, связанная с этим самым телевизором и с интерпретацией. Научиться менять интерпретацию и работать с телевизором есть работа грамотной психотерапии. Увидимся с вами в выходные. До встречи или уже в группах. Задавайте вопросы ВКонтакте. Увидимся. До встречи. Пока. Продолжение следует...